добрый день дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 21 апреля 2019 года предыдущее видео сегодняшнее я делала о плюсах содержание морской свиночки и у меня к сожалению села батарейка аккумулятор разрядился поэтому я извиняюсь она резко обрывается в конце не успела я с вами попрощаться и закончилось она на том самом моменте когда я хотела рассказать о на мой взгляд тех минусах которые ну вот мне кажется это так скажем это не очень уж серьезный такой минус содержание про плюсы я достаточно много рассказала в предыдущем видео оборвалась как раз таки на том моменте на том моменте что я хотела сказать что свинка несмотря на то что она грызун она не грызет в прямом смысле этого слова обратите внимание не матрасик на котором она живет не подстилочку тряпочную на которую она вот бегает не даже вот эти мисочки не поилочки в отличие от многих других грызунов которые любят заниматься такими вещами как грызть ниппельные поилочки поэтому видите в силу того что она не грызет матрасики подстилочки их можно использовать вместо опилок хомячок тут же бы все это сгрыз мышка моментального сделала бы в этом матрасике себе домик очень уютный все бы это было сгрызанной и нельзя было бы использовать вот такую чудесную многоразовую пеленочку экономить на опилках а вот это еще тот самый плюс на котором закончилась как раз таки заряд батареи в моей камере и тот минус который я собственно хотела сказать вот обратите внимание на предыдущем видео как раз вот этот угол у меня был показан где малыш кушал сено и тут же пописал и покакал вот в этот подносик это вот те самые плюсы использование разнообразных подносиков или туалетиков когда я повторяю облегчает нам эту уборочку за морской свинкой потому как на мой взгляд минус содержание свинки именно в том что при ее хорошем аппетите она скажем как хорошо кушает так хорошо и писит и как и достаточно много и если не производить уборочку достаточно часто хотя бы вот этих подносиков или туалетиков то запах будет присутствовать но собственно на то он и грызун и как любое живое существо если за собачкой или за кошечкой также не буду прибираться то запах также будет присутствовать вот это наверное вот единственный такой аргумент который я могла бы включить в один из минусов но опять-таки тоже по сравнению смотря с кем так как например если я содержала декоративных мышек уже вонючие наверное ничего не бывает кроме крыски и тут же если сравнить с джунгарским хомячком который также ходит в туалет вот у меня ходил хомячок в угол и сирийский хомячок в те времена когда я начинала держать первых своих хомячков тогда сирийские у нас были хомячки это были 1980 года тогда конечно еще не было никаких замечательных приспособлений для содержания таких животных и мы ставили обыкновенную крышечку от баночки вот как мы сейчас закручиваем консервы алюминиевые так ну не алюминиевые не знаю такие вот крышечки знаете как продаются у нас завинчиваются они на баночку на стеклянную мы покупаем маринованные огурчики помидорчики и хомячок он тоже достаточно чистоплотное живое существо которое выбирает себе один угол в своей клеточке где живет и если туда положить крышечку то особый приучать ни к чему не надо просто заметить куда он ходит писать и поставить туда даже элементарно крышечку а теперь продаются даже специальные угловые туалеты поэтому я за джунгарскими хомячками вообще собственно говоря счастлива и довольна была запаха никакого не было вот а декоративная мышка это кошмар катастрофа вот она будет сидеть вот так кушать в эту же мисочку она будет и писать и какать в домике и на крышу будет и писать и запах чем больше прибираешь тем больше она будет метить и собственно уборку можно делать 24 часа в сутки поэтому по сравнению вот скажем с мышкой свинка не такая в общем-то грязнуля несмотря ни на что видите у нас лужится и как уля лежит вот здесь в одном определенном месте но вот как бы все что можно наверное сказать из минусов содержания конкретно морской свинки породы скини совсем уж так эту зверюшку и вот такой уже это не минус это просто особенность организма морской свинки ее нельзя оставлять без еды более чем на два часа чтобы она вообще не ела это уже строение организма такой вот природы и придумал у нее тогда перестает работать желудок если не было никакой еды больше чем два часа свинка не ела ничего тогда у нее перестает работать желудок и чтобы потом после этого хоть два стога сена и не положили обратно он уже не заработает свинка погибнет то есть надо следить чтобы у свинки было постоянно какое-то питание какая-то еда была это не назовешь минусом это просто особенность организма данного животного так ее придумала природа на этом я буду заканчивать это видео потому что минусов больше у меня нету сказать ничего не могу плохого про морских свинок породы скини и других пород морских свинок все они красивые обаятельные скини меня еще привлекают тем что они но что-то знаете вот мне напоминает например есть кошечки породы донской сфинкс который тоже бесшурсные вот что-то такое же в складочках что-то такое вот космическое нереальное неземное необычное какая-то такая знаете как экзотическая зверюшка но при этом обратите внимание небольшого размера то есть она все-таки не кошечка она все-таки не бегает по всей квартире она все-таки не царапает мебель не портит она все-таки живет в своем стеллажике поэтому убрать за ней подносик также как за кошечкой или специальный туалетик не составит хлопоты трудов насыпать и побольше каких-то там мисочек с еду и побольше постелить сено даже если вы хотите уехать на несколько дней и оставить свою свиночку дома одну не можете в ее например взять куда-то это не катастрофа вы просто оставляете и много много сена сена это еда она будет кушать она будет сыта и никаких проблем с ее здоровьем не произойдет ту же морковочку она пусть даже подзавялиться но собственно говорят все равно останется едой сухофрукты вот у нас яблочки смотрите кушают хорошо добавляют добавляю корма специальные поэтому если вам надо оставить своего питомца на 2-3 дня например мало ли по какой причине куда-то срочно приходится уехать и вы переживаете что как же так она останется без еды много сена много сена такие не быстро не скоропортящиеся продукты как морковочка вас спасут поилочка с водичкой побольше и и все будет здорово с вашим питомцем момент вашего отсутствия в доме это видео на этом я буду заканчивать так как сейчас пойду снимать видео про других наших питомцев которые сегодня в такой замечательный праздник вербанное воскресенье у нас таки именинники в доме есть но во первых деткам милочки сегодня исполнилось одна неделя как вы помните они в прошлое воскресенье в 10 утра родились значит завтра вечером нашему альбиносику исполнится две недельки вчера малышам маргошке исполнилось две недельки и сегодня один месяц исполнилось малышам варежки это щеночки чихуахуа о которых сейчас я пойду снимать видео в этот праздник и в их день рождения такой первый существенный праздник один месяц малышам поэтому кому интересно оставайтесь с нами кто не подписан приглашаем подписаться на наш канал также есть у нас аккаунт в instagram ссылочки на страничке в соцсетях и контакты нашего питомника также оставлю в описании под данным видео так как эти малыши от наших морских свинок выставлены сейчас открытые для резервы и пока все свободны для резерва поэтому если вам понравится кто-то из малышей вы можете его приобрести в нашем питомнике напоминаю наш питомник находится в санкт-петербурге отправками животных в другие города мы не занимаемся все наши поросяточки будут продаваться с родословными и с ветеринарными паспортами а также конечно всегда мы готовы оказать любые помощи консультации по уходу и содержанию за морскими свинками породы скинни всего доброго и до новых встреч на канале питомника марии мистик на сегодня мы с вами не прощаемся желаем здоровья вам и вашим питомцам чтобы они всегда были бодренькие активненькие с хорошим аппетитом до новых встреч на канале питомника марии мистик и